Уважаемые коллеги, я действительно очень рад приветствовать всех участников форума «Россия зовёт». И известно, собственно говоря, и практика сегодняшнего дня это подтверждает. Здесь собираются известные предприниматели, ведущие бизнес-консультанты в области инвестиций, банковского дела. Собственно говоря, те, кто определяет погоду на финансовых рынках, влияет на инвестиционные стратегии предприятий и организаций. Участие в панельной сессии форума, об этом только что ведущий говорил, это хорошая возможность для прямого обсуждения ключевых экономических проблем. В наших планах по обеспечению роста экономики, повышения качества делового климата. В целом, разговор о перспективах инвестиционного сотрудничества и работы на российском рынке. Отмечу, что за последние годы мы добились устойчивой макроэкономической стабилизации, наверняка здесь уже об этом говорили. Снижается инфляция. На начало октября она составила 6,4% в годовом выражении. Напомню, уважаемые коллеги, год назад, на начало октября 2015 года, инфляция в годовом выражении составляла 15,7%. Сейчас 6,4%. Мы видим прогресс очевидный. Ожидаем, что по итогам 2016 года инфляция обновит исторический минимум и будет ниже 6%. Напомню, что самый низкий в новейшей истории России был в 2011 году, это было 6,1%. А в следующем, в 2017 году, мы приблизимся к заявленной цели в 4%. Заметно снизилась волатильность национальной валюты рубля. Растут международные резервы Центрального банка. На сегодняшний день, не знаю, Эльвира говорила об этом или нет, на ней находится где-то на отметке около 400 миллиардов долларов. На 1 января 2015 года, на 1 января текущего года было 368, на 30 сентября – 397,7. Это цифра плавающая, но примерно около 400 миллиардов. Важным признаком стабилизации стало прекращение спада в реальном секторе экономики. Сработала политика и импортозамещение. В отдельных отраслях, таких как производство машин и оборудования, лёгкая промышленность, деревообработка, наметился небольшой, скромный, но всё-таки достаточно уверенный рост. Для справки могу сказать, что по производству машин и оборудования рост составил 3,6%, текстильное производство выросло на 4%, химическое производство на 4,9%, производство обуви и кожаных изделий на 9 с лишним процентом. Хорошую динамику продолжает показывать и сельское хозяйство России, плюс 3,4% за 8 месяцев текущего года. Прибавляет производство пищевых продуктов на 2,4%. Оживление экономики отражается и в банковском секторе. Центральный банк постепенно снижает ключевую ставку. И в целом наметилась тенденция на снижение процентных ставок по кредитам, хотя их уровень пока ещё достаточно высок. А кредитование реального сектора экономики ещё не восстановилось в том смысле, что всё-таки ещё не обеспечивает банковское кредитование устойчивого роста экономики. Кредитный портфель реальному сектору, и я бы это отметил как проблему сегодняшнего дня, кредитный портфель реальному сектору за январь-сентябрь даже сократился на 6,8%, с 33,3 триллиона рублей до 31 триллиона рублей. Тем не менее, улучшение макроэкономических условий стимулирует рост интереса к российскому рынку. Летом этого года впервые за долгое время стало положительным сальдо капитальных операций платёжного баланса. По сравнению с прошлым годом, чистый вывоз капитала из России за три квартала текущего года сократился, я прошу внимания, в пять раз, до 9,6 миллиарда долларов. Напомню, что за три квартала прошлого года вывоз капитала составил свыше 48 миллиардов долларов, а в целом за 2015 год чистый вывоз капитала составил 57,5 миллиарда, вот сейчас 9,6. И ещё одно свидетельство растущего интереса бизнеса к России. За три квартала текущего года чистый приток зарубежных прямых инвестиций в нефинансовый сектор на России вырос в 3,6 раза, составил 8,3 миллиарда долларов. Растёт капитализация фондового рынка. С начала года индексы ММВБ и РТС прибавили около 200 пунктов каждый. Всё это хорошие показательные тенденции. Они отражают уровень доверия к России, оценку самим бизнесом, перспектив вложения в нашу страну. Такая оценка для нас крайне важна, особенно сейчас, когда достигнутая стабильность ещё не трансформировалась в устойчивый рост. При этом мы хорошо понимаем, что сам по себе автоматически рост экономики не начнётся. Нужно работать над условиями для этого. В этой связи хотел бы остановиться на нашей экономической повестке в ближайший период. Первое. Нам необходимо поддержать наметившиеся тренды на повышение макроэкономической устойчивости. В том числе продолжить линию на достижение целей по инфляции. Проводить ответственную бюджетную политику. Отмечу, что в текущем году правительство вернулось к трёхлетнему планированию федерального бюджета. Но, может быть, это пока, честно говоря, и рановато для сегодняшних условий. Но всё-таки определённая доля здорового оптимизма у правительства присутствует, и, безусловно, я его тоже поддерживаю. Проект будет рассматриваться правительством завтра, проект бюджета. Бюджет на 2017 год удалось сбалансировать с трёхпроцентным дефицитом. Это приемлемый уровень даже на фоне ведущих экономик мира. Конечно, мы прекрасно отдаём себе отчёт в том, что для нашей экономики и эта значимая величина, и нужно быть очень аккуратным с ней в ходе бюджетного процесса и исполнения бюджета. Мы так и собираемся к этому подходить. Правительство смогло добиться того, что за счёт оптимизации госрасходов и повышения их эффективности мы выходим на такую цифру. По отношению к ВВП расходы федерального бюджета снизятся с 19,8% в 2016 году до 18,5% в будущем году и 16,2% в 2019 году. Это специалисты, а здесь большинство таких, все мы прекрасно понимаем. Это непростая задача, но мы считаем, что эта задача правильно сформулирована и очень аккуратно собираемся двигаться по этому пути, не нарушая наших обязательств в социальной сфере перед гражданами России. Второе. В рамках существующих ограничений необходимо максимально задействовать имеющиеся возможности и резервы экономического роста. За последнее время у нас создано много инструментов по стимулированию инвестиций, имея в виду территории с особым налоговым режимом, института развития и разного-разного рода льготы. Сегодня в этой аудитории также предлагаю обсудить, насколько эффективно действуют эти механизмы, что нужно сделать, чтобы повысить их отдачу, не увеличить их количество, а именно улучшить качество этих инструментов. Третье. Нужно продолжить работу по снятию барьеров на пути частной инициативы. Причём речь идёт не только об административных барьерах, связанных с выходом на рынок. Особого внимания требуют технологические вопросы, доступ к наилучшим технологиям и квалифицированные рабочие силы. Вот мы часто повторяем уже как мантру, что эти так называемые пресловутые санкции на нас не очень-то и влияют. Влияют. И прежде всего угрозу я вижу в ограничении передачи технологий. Это, кстати говоря, наносит ущерб не только российской экономике, а мировой экономике в целом, потому что российская экономика безусловно является важным сектором и общей мировой экономики. Так что те, кто это делает, вредят сами себе в конечном итоге. Но я думаю, что мы с этим, конечно, справимся. Но это же относится и к рабочей силе. Да, мы гордимся всегда и уровнем, и качеством нашего образования, и высокой квалификацией наших работников, но над этим ещё очень много нужно работать, чтобы это отвечало мировым стандартам и было где-то даже на шаг впереди в чём-то. Ключевая задача правительства – сформулировать исчерпывающий перечень мероприятий на этот счёт и предусмотреть необходимые расходы. Уважаемые друзья, сегодня России необходимо добиваться качественно нового роста экономики, поддержать конкретные инициативы, нацеленные на создание дополнительных рабочих мест, на использование новых технологий и кардинальное повышение производительности труда. Это наша стратегическая задача. Мы к такой работе готовы и будем идти по этому пути. И, безусловно, мы приглашаем к ней всех, кто заинтересован в партнёрстве и сотрудничестве с нами. Благодарю вас за внимание. Спасибо большое. Спасибо, Владимир Владимирович. Уважаемые коллеги, у вас сейчас будет возможность задать вопросы к участникам панели. Но, если позвольте, Владимир Владимирович, мы, в общем-то, ещё до начала этой сессии получили ряд письменных вопросов тоже от участников форума. И, может быть, я для затравки один из них использую, чтобы начать нашу беседу. Вопрос, он такой, достаточно житейский, наверное. Господин президент, на протяжении многих лет вы путешествуете по стране и встречаетесь с представителями бизнеса, предпринимательского сообщества. Если сравнивать последние впечатления с вашими наблюдениями, скажем, 10 лет назад, какие наиболее существенные изменения в настроениях, проблемах, интересах предпринимателей вы бы отметили? Вы знаете, очень важным фактором стабильности экономики и даже обеспечения темпов экономического роста является настроение людей, уверенность их в собственных силах, в собственных силах, уверенность в способности государства решать стоящие перед страной задачи. И вот эта уверенность людей, она совершенно очевидно стала выше. Но это и в то же время, безусловно, накладывает на все органы власти, управление, на правительство, на президента, на депутатов государственной думы, на парламент, на региональные власти особые задачи. Вот этот тренд нужно сохранить, поддержать и развивать дальше. Я очень рассчитываю, что нам это удастся. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, я прошу зал теперь обращаться с вопросами к участникам панели. Просьба представляться и вопрос, если можно, покороче, без развернутых каких-то комментариев. Пожалуйста. Благодарю вас, господин президент Брэд Таймонт и Бенесса Менеджмент. Мы – самая большая менеджментная компания в Европе. И мы очень много инвестируем в российские рублевые облигации, а также в долларовые облигации, которые касаются Российской Федерации. У России была огромная просто макростабилизация, которую она достигла за последние несколько лет после шока низких цен на нефть. И теперь вы в течение следующих трёх лет намерены зафиксировать глобальные траты вашего бюджета. И это довольно контрастирует с общим трендом в мире. Вы видите, что в США и Великобритании они хотят увеличивать расходы правительства. Нет ли какого-то риска, что Россия как-то повредит такая политика? Спасибо. Это не общий тренд в мире. Это политика Соединённых Штатов, Великобритании, некоторых других стран. Но в отдельных странах, скажем, континентальной Европы, там экономические блоки правительства делают другой выбор. Они как раз за консолидацию бюджетных расходов, вообще государственных трат в широком смысле этого слова. Правда всегда где-то посередине, и мы стараемся так очень по золотую середину выбрать. Как вы видели, я говорил это в своём вступительном слове, мы будем ограничивать неэффективные траты и повышать эффективность государственных расходов практически по всем направлениям. Вот в этом, собственно говоря, и одновременно повышать качество управления в самом широком смысле этого слова. Вот на мой взгляд, если мы сосредоточимся на решении стоящих перед нами задач вот такими средствами, нас ждёт успех. Спасибо. Коллеги, пожалуйста. Кто следующий? Пожалуйста. Благодаря вас, господин президент. Анам Бэджин, Месслер Ассет Менеджмент, Германия. У нас есть Восточноевропейский фонд, полмиллиарда долларов в Восточную Европу инвестируем, Россию больше всего из этих инвестиций, поэтому для нас Россия очень важна. Вопрос по экономическим показателям. В сравнении с 2015 и 2016 годами уровень цен на нефть практически не изменился, и санкции тоже не менялись. Но экономика пыталась вернуться на путь роста. На ваш взгляд, каковы ограничивающие факторы, ограничивающие рост экономики, и какие структурные реформы необходимы для преодоления вот этих негативных тенденций в росте? Спасибо. Самое главное для нас – повышение производительности труда. Вот это ключевой вопрос. С этим, безусловно, связано переоснащение реального сектора экономики, выхода на новые технологии. И ещё раз хочу повторить то, что только что было вслух произнесено – улучшение качества управления. Вот низкое качество управления – один из факторов сдерживания экономического роста. Ну и там, конечно, целый набор того, что мы называем диверсификацией экономики в целом. Вот поэтому мы уже заявляли эти наши приоритеты. Они в этом смысле не меняются, будут и дальше нами использоваться. Ну, конечно, я вот тоже уже сказал, мы очень рассчитываем на активизацию работы наших банковских институтов по направлению инвестиционной деятельности. Ну и сами будем поддерживать и развивать те инструменты, о которых вы хорошо знаете, о которых я тоже уже говорил. Это и свободные зоны, зоны с сопережающим развитием, льготирование различного вида деятельности, в том числе малого-среднего бизнеса, высокотехнологичных производств и так далее. Спасибо большое за ваши мысли, господин президент. Этот вопрос мой связан с ролью госбанков, банков с государственным контролированием. За последние два года мы наблюдали устойчивую концентрацию в российском банковском секторе и также в внутреннем секторе кредитования. Вы знаете, это ситуация в России по консолидации банковских активов. Она ничем не отличается от общемирового тренда. Несмотря на все решения, которые были приняты в этой сфере после 2008 года в связи с известными колебаниями на мировых рынках, а решения были приняты в направлении недопущения монополизации рынка и так далее, они не выполняются. Не выполняются нигде. И консолидация банковских активов везде происходит. Россия в этом смысле не исключение, потому что до сих пор не найдено никаких эффективных рыночных инструментов сдерживания этой консолидации. Да, действительно, у нас, скажем, четыре основные банки с госучастием – это Сбербанк, ВТБ, хозяин на сегодняшней площадке для наших дискуссий, потом Газпромбанк и Ростельхозбанк, у них, что называется, контрольный пакет. У них больше 51% активов. Это так. Повторяю, и в мире то же самое происходит. Но хочу обратить ваше внимание на то, что у нас в России, несмотря на предпринимаемые банком России, ЦБ России, действия по избавлению рынка от различных квазибанковских структур или лишения их лицензий, всё-таки в России свыше 600 банков, ну почти 600 банков. А если взять и другие кредитные учреждения, будет свыше 600 – 647, по-моему, 648. То есть количество банковских систем у нас достаточно. И в десятку крупнейших входят и банки с частным капиталом, и прежде всего с частным капиталом. Вот да, четыре вот этих, они у нас занимают лидирующие позиции. Мы здесь не видим каких-то больших проблем. То, что Банк России делает, думаю, что все эксперты понимают, о чём идёт речь, нужно избавить банковскую систему от неэффективных и ненадёжных финансовых учреждений. Только при этом, безусловно, нужно делать это аккуратно, с тем, чтобы не страдали участники экономической деятельности, и граждане нужно вовремя, своевременно и в объёмах, предусмотренных законом, выплачивать соответствующие компенсации. Но в чём, я считаю, виноват Банк России, во всяком случае, за прошлые годы, надо было своевременно принимать это решение раньше. Вот в чём всё дело. Но лучше поздно, чем никогда. Но, повторяю, очень аккуратно, особенно нужно следить за интересами физических лиц, вкладчиков банков, граждан страны. Ну и в чём здесь, по какому направлению надо идти? Здесь нужно не столько, мне кажется, говорить о количестве банков, сколько о качестве регулирования и контроля. Можно два слова добавить? Ну, конечно. Вы начальник. Нет, начальник вы, Владимир Владимирович. Владимир Владимирович, вопрос, почему такой важный для нас? Потому что у нас всё время постоянно, вот пресса западная, только недавно получала запрос, обвиняют в том, что вообще Госбанк – это банк, где представитель кредитного комитета, Кремль, либо даже вы лично. Как будто вот вы звоните и даёте указания. Сколько раз я вам не отвечал, что это не так? Я не отвечал, что это банк правительства. Как он пишет, действуют абсолютно в конкурентном и коммерческом поле и не отличаются по своей деятельности от частных коммерческих банков. Поэтому вот все, кто волнует вопрос, можно посмотреть на страничке МВФ, посмотреть, что даже МВФ признаёт, что в России нет разницы между большому счёту государствами с точки зрения их функционирования. Поэтому тема, на самом деле, достаточно надуманная. Спасибо. Тогда и я ещё кое-что добавлю по поводу указаний. Если бы мы давали указания, соответствующие по оперативному управлению, по оперативной деятельности банковских учреждений с госучастием, то тогда, я думаю, что и кредитование инвестиционной деятельности со стороны банков было бы другое. Сегодня для справки могу сообщить или напомнить о том, что кредитование инвестиционной деятельности через банковские учреждения составляет всего 8%. 50% инвестиций осуществляется за счёт собственных ресурсов участников экономической деятельности, 18% за счёт бюджета, как правило, федерального бюджета, и только 8% за счёт банковских учреждений. Это при том, что прибыль банков по сравнению с прошлым годом составила очень заметную цифру – 600%. Правда, будем исходить из того, и нам нужно признать, что в прошлый год, может быть, цифра была очень маленькая, и от этой небольшой цифры рост составил 600%. Но если посмотреть на собственный капитал, а он большой, если я сейчас ошибусь, Эльвира меня поправит, где-то 9 триллионов рублей, если к этому присовокупить ещё активы, то вот по этому показателю, собственный капитал плюс активы, вся банковская система России находится в очень хорошем состоянии, здоровье. Минимальный показатель по расчётам Банка России должен быть 80 с небольшим процентов, а у них 12 с половиной. Так что мы очень рассчитываем на то, что без всякого административного вмешательства в деятельности финансовых банковских, прежде всего, учреждений, и в том числе с госучастием, их роль в финансировании, кредитовании российской экономики, реального сектора экономики, будет расти. Если бы давали указания, Банк ПТБ работал бы ещё лучше, Владимир Владимирович, да точно, абсолютно. Я в этом не сомневаюсь. Мы не сомневаемся. Как бы, пожалуйста, кто хотел? Олег, здесь, да? Может, здесь, да? А следующий Джефф будет из НБС. Он вопросы вредные задаёт всегда. Наверное, один вредный вопрос тоже послушный. Благодарю вас, господин президент Грег Велчер, бывший член Конгресса США, а сейчас партнёр в юридической фирме. Меня беспокоит ухудшающееся качество взаимоотношений между США и Россией. Это такой ведущий вопрос в нашей президентской кампании, предвыборной, и мне кажется, что бизнес и в России, и в США чувствуют себя лучше, когда отношения между нашими странами сильнее. Поэтому мне было бы интересно узнать ваше мнение о том, какова природа наших двусторонних отношений, как они будут развиваться, и какие шаги, как вы думаете, необходимо предпринять, чтобы усилить наши отношения, особенно в интересах снятия санкций, связанных с вопросом Украины. Какие барьеры вы видите на пути реализации Минских соглашений, и когда, как вы думаете, будут реализованы Минские соглашения полностью? Мы тоже озабочены ухудшением российско-американских отношений. Это не наш выбор, мы к этому никогда не стремились. Наоборот, мы хотим иметь отношения дружеские с такой огромной великой страной, с ведущей экономикой мира, как с американской экономикой. Вот вы сейчас упомянули о кризисе на Украине. Но это же не мы ли довели до государственного переворота на Украине? Разве мы это сделали? Нет. Но даже особенно наши американские партнёры не скрывают, что в значительной степени они стояли за этим, финансировали радикальную оппозицию, довели до неконституционного способа смены власти. Хотя можно было сделать совсем по-другому. Бывший президент Янукович все требования подписал и готов был провести досрочные выборы. Вместо этого способствовали госперевороту. Зачем? А когда мы вынуждены, я хочу подчеркнуть, вынуждены были защищать и русскоязычное население в Донбассе, вынуждены были отреагировать на стремление людей, живущих в Крыму, вернуться в состав Российской Федерации, тут же начали раскручивать новый маховик антироссийской политики и введения санкций. Вы сейчас сказали про именские соглашения, но не мы же их саботируем, не выполнение именских соглашений. Я же сто раз сказал, мы же не можем за киевские сегодняшние власти внести изменения в Конституцию, что является ключевым фактором. Не можем за киевские власти имплементировать уже принятый радой закон об особом статусе управления на Донбассе. Он же не реализуется до сих пор. Хотя написано было там в минских соглашениях, в самые кратчайшие сроки нужно было это сделать. Но я же не могу подписать за президента Украины принятый радой закон об амнистии. Я же не могу этого сделать. Всё время ссылаются на то, что этого всего нельзя сделать, поскольку в зоне конфликта на Донбассе перестелки идут. Но вот 9 сентября, по-моему, ополчение Донбасса в одностороннем, хочу сказать, порядке заявило о том, что они даже отвечать не будут на обстрелы со стороны украинских вооружённых сил. Ну и чего? И нам всё время говорили, что за этим сразу последуют какие-то действия в политической сфере. Но ничего не происходит. Даже прямых контактов между представителями Донбасса и официальными властями киевского мнения нет до сих пор. Но поэтому, если кто-то действительно хочет выполнение этих соглашений, но нужно влиять на все стороны этого конфликта, прежде всего, в данном случае, на киевские власти. Чего мешает это сделать, я не понимаю. Без выхода на политические договорённости ничего не будет продвигаться. Это первое. Теперь в глобальном плане. Вы знаете, с действующей администрацией очень сложно вести диалог. Ведь диалог, вы бывший конгрессмен, я не знаю, всегда ли так было, но диалога практически нет. Он как выглядит? Администрация формулирует, что ей нужно, а потом настаивает на том, чтобы это было исполнено. Но это не диалог, это диктат какой-то. И так почти по каждому вопросу. Мы-то готовы к диалогу, но диалог – это поиск компромиссов. Теперь я отвечу на главное. Что нужно сделать для того, чтобы ситуация нормализовывалась? Нужно вести себя в партнёрские и учитывать интересы друг к другу. Мы к этому готовы. Спасибо. Благодарю вас, господин Костин. Президент Путин, мне бы хотелось немножко добавить к своему вопросу, учитывая, что достаточно сложная неделька выдалась у Доналда Трампа. Готовитесь ли вы к тому, чтобы работать с президентом Хиллари Клинтона в следующем году? Она – это человек, который описывал вас как человека, который прижимает другие страны. Вы можете также ответить на вопросы о госшпионстве и ситуации в Сирии? Вы можете сказать нам, как вы готовитесь дискалировать? Что такое госшпионство? Может, перевод был такой? Наверное, имеется в виду. Хакеры, хакеры, я думаю, да? Хакеры. Хакеры. Хакеры-атэк. Трансляция была не очень хорошая, Джефф. Что вы имеете в виду? Хакеры-атэк или что? Хакки. То есть вы хакеры-атэк, имеете в виду? Понятно, понятно. Да, то, о чём говорили сегодня. Значит, первое, я уже много раз говорил, что американский народ сделает тот выбор, который посчитает нужным, и при любом раскладе мы будем работать с любым лидером Соединённых Штатов. Кто бы ни был этим лидером, кто бы ни был президентом. Если, конечно, руководитель Соединённых Штатов хочет работать с нашей страной. Нам ведь всё время говорят, это тоже такая ущербная, на самом деле, позиция. Вот когда-то, лет 10 назад, Россию вообще не вспоминали, говорили, что о России говорить нечего, потому что она такая третистепенная региональная держава, вообще неинтересна. Теперь проблема номер один во всей избирательной кампании – это Россия. Они только и говорят. Это, конечно, очень приятно, но только отчасти. Почему отчасти? Потому что все участники этого процесса злоупотребляют антироссийской риторикой и отравляют наши отношения межгосударственные. А это плохо. И для наших стран, и для всего международного сообщества не будем забывать, что в глобальном плане мы несем особую ответственность, как две крупнейшие ядерные державы, за поддержание международного мира и безопасности в глобальном плане. И при этом я вот уже, знаете, мы, как правило, стараемся не говорить об этом, но нам всегда шепчут во все избирательные кампании. Это не только сейчас происходит, это и в предыдущей избирательной кампании. При этом нам то влево, то в право ухо шепчут. Вы не обращайте на это внимания. Сейчас всё это пройдёт, и мы опять будем дружить. Ну так нельзя. Нельзя в качестве разменной монеты во внутриполитической борьбе использовать Россию и наносить ущерб межгосударственным отношениям. Это просто как минимум несерьёзно. Это первое. Второе – по поводу того, что Россия на кого-то оказывает давление, на другие страны. Это кто это нам говорит об этом? Кто это говорит? Да наши партнёры, администрация только тем и занимается, что давят на все страны. Причём она союзников и подслушивает и прослушивает своих союзников, использует эту информацию. Вот вам ответ на хакерские атаки. Ведь мы что наблюдаем? Какие-то хакеры вбросили информацию о том, как неблаговидно ведёт себя штаб госпожи Клинтон в ход избирательной кампании. Поддерживает одного внутрипартийного кандидата в ущерб другому. Началась истерика по поводу того, что это в интересах России. Да ничего там нет в интересах России. Но истерика вызвана только тем, чтобы отвлечь внимание американского народа от сути того, что выложили хакеры. А суть – это манипуляция общественным мнением. Почему-то об этом никто не говорит. Все говорят о том, кто это сделал. Разве это так важно, кто это сделал? Важно, что внутри эта информация. Ну вот, пожалуй, я ответил. Спасибо. Пожалуйста. Второй сектор. Господин президент, я представляю Альстон. Когда вы были премьер-министром, 25% производителей. У меня вопрос, который хотят задать вам все французы. Это касается отмены вашей поездки в Париж. Вы отменили свой визит, потому что программа президента слишком часто менялась. Мы понимаем, что позиция Оланда была продиктована вето России по Сирии в Совете Безопасности. Скажите, пожалуйста, вы не думаете, что ваша реакция слишком резка? А во-вторых, какой сигнал вы направляете инвесторам? Потому что французские инвесторы привыкли к хорошим отношениям между Россией и Францией. И, как вы понимаете, мы хотим сохранить эту привычку. Альстон – очень серьёзная компания. У меня вообще, я так считаю, очень такая устойчивая химия сложилась с рядовым российским гражданином. Я уже достаточно долго исполняю обязанности президента, но даже я не могу сказать, что я от имени каждого российского гражданина могу выступить, потому что я не уверен, что знаю настроение каждого человека. Но Альстон, тем не менее, компания большая и, конечно, наверное, может говорить от имени всего французского народа. Во всяком случае, вопросы задавать. Но вы знаете, мы, как правило, вот вы сейчас сказали, что наша реакция была слишком жёсткой на французский проект резолюции Совета безопасности ООН по Сирии. И это вызвало такую реакцию со стороны наших французских партнёров и друзей. Ну, во-первых, я хочу сказать, что мы очень дорожим отношениями с Францией и считаем Францию одним из наших приоритетных партнёров в Европе. Это сложилось исторически, это и сегодня так. Что касается этого конкретного случая, то уже я думаю, что… Знаете, мы не любим ковыряться в этом белье дипломатическом, оно только внешне так всё красиво, иногда так запах не очень приличный. Но если мы вынуждены, то мы тогда должны что-то говорить. Я вам отвечу. Не наши партнёры должны обижаться на эту ситуацию по поводу этого вета нашего на французскую резолюцию. Это, скорее всего, мы должны обижаться. И скажу, почему наш уважаемый друг и коллега, министр иностранных дел Франции, приехал в Москву, изложил резолюцию французской стороны, на что наш министр иностранных дел заявил, мы не будем голосовать против, если вы учтёте наши поправки и наши соображения по этому вопросу. Но мы очень глубоко вовлечены в этот кризис, в эти проблемы, мы знаем детали, на что французский коллега его отметил. Да, конечно, мы и не хотим нарываться ни на какое вето. То же самое было сказано нашему представителю ООН в Нью-Йорке. Лавров изложил позицию российской стороны, и там нет ничего избыточного. Я вам прямо могу сказать, о чём шла речь, о том, что во французской резолюции все вины, вся вина за ситуацию возлагалась исключительно на официальные сирийские власти. И вообще ничего не говорилось о оппозиции, в данном случае я не говорю о террористах, о оппозиции, на которой тоже должна лежать какая-то ответственность, и перед ней какие-то задачи должны ставиться. Первое. И второе. Мы заявили о том, что готовы поддержать инициативу спецпредставителя генсека ООН господина Домистуры о выводе боевиков из Алеппо. Это было воспринято положительно французской стороной. И мы ждали дальше совместной конструктивной работы и с Францией, и с другими членами Совета безопасности. Что произошло, что дальше? Конечно, министр иностранных дел Франции улетел из Москвы в Вашингтон, на следующий день вышли с господином Керри, обвинили Россию во всех смертных грехах, никто вообще не стал с нами ни о чём разговаривать и ничего обсуждать, и вбросили эту резолюцию Совета безопасности, явно ожидая нашего вета. Зачем? Но не для того, чтобы резолюция прошла, её вбросили, зная нашу позицию и не обсуждая даже с нами наши предложения, а для того, чтобы получить это вето. А зачем? Чтобы обострить ситуацию и раскрутить антироссийскую истерику в подконтрольных средствах массовой информации, обманывая на самом деле своё население и своих граждан. Я имею сейчас в виду не только Францию, но многие европейские страны и Соединённые Штаты, особенно это ценно, видимо, в условиях предвыборной борьбы. Но я не знаю, соответствует это интересам европейских стран или не соответствует, но вот так вот просто обслуживать внешнеполитические интересы, а может быть даже и внутриполитические интересы своих союзников, в данном случае Соединённых Штатов, не знаю. Это разве роль такой серьёзной политики и серьёзных стран, которые претендуют хотя бы проводить на то, чтобы проводить независимую внешнюю политику и называться великими державами? Я не знаю. Мы готовы работать со всеми партнёрами, в том числе и с французскими, и с европейскими, по этой очень важной, острой проблеме. Мы же видим, что происходит. Огульные совершенно обвинения России во всех смертных грехах, во всех преступлениях. Удар по этой гуманитарной колонне, но мы-то знаем, кто нанёс удар по этой гуманитарной колонне. Это одна из террористических организаций. И мы знаем, что, скажем, американцы об этом знают, но предпочитают занять другую позицию, заняться огульными обвинениями в адрес России. Это делу не поможет. Это вот как раз то, о чём я недавно говорил. Это такой способ введения дел на международной арене, который называется давлением и шантажом. Но в отношении России это никогда не проходило и не пройдёт. Спасибо. Коллеги, напоминаю, что у нас экономический форум. Может, какие-то вопросы по экономике тоже найдутся. Пожалуйста, давайте. Представляю отделение FOSEN Group в Москве. У нас одна из самых крупных инвестиционных групп в Китае. Сейчас у нас очень крупные активы. Это первый раз, когда мы участвуем. В 2014 году был первый форум, и мы уже тогда инвестировали сотни миллионов долларов США в Россию. Сейчас мы также активно инвестируем отношения между Россией и европейские компании были достаточно сложными. Мы видели, что предпринимались усилия для того, чтобы Россия и другие страны в Южной Азии и в Азиатско-Тихоокеанском регионе сотрудничали друг с другом. Вы видите какие-то конкретные результаты этих усилий? Какие новые направления Вы видите в сотрудничестве России и Тихоокеанском регионе? Мы давно и традиционно развиваем наши отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом контексте особое место, безусловно, занимают наши особые стратегические отношения с Китайской Народной Республикой. В страновом измерении это наш самый крупный торгово-экономический партнёр. Да, за последние годы со многими странами региона, в том числе и с Китаем, за последние пару лет объём торгово-экономических связей у нас снизился, но всё-таки он остаётся значительным. С Китаем по прошлому году у нас 63,5 миллиарда долларов оборот. Но, повторяю, с некоторыми странами он снизился, с некоторыми немножко вырос, например, с Вьетнамом. С Вьетнамом мы наблюдаем рост товарооборота. И хотел бы отметить, что нас особенно радует в последнее время, это то, что происходит диверсификация наших отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. И с Японией, и с Индией, и с Китаем, и с Республикой Корея, и другими государствами. Здесь и машиностроение, здесь и космос, здесь и высокотехнологичная энергетика, я имею в виду атомную энергетику. И что особенно важно, это то, что инвестиционные потоки, они движутся в обе стороны, как в Российскую Федерацию, так и из России. Скажем, ряд очень крупных инвестиционных проектов, особенно в области атомной энергетики, в значительном объёме финансируются из российских источников. Что мы можем предложить нового, что могло бы помочь решить те задачи, перед которыми мы стоим, и что могло бы толкнуть дальше наши отношения? Это строительство взаимоотношений между Евразийским экономическим союзом и упомянутыми вами странами, в том числе и с Китайской Народной Республикой. Например, мы уже подписали, и не только подписали, а вступило в действие наше соглашение с Вьетнамом о зоне свободной торговли. Это уже состоялось. Мы сейчас запустили процесс всеобъемлющих переговоров о строительстве отношений экономических между Китаем и Евразийским экономическим союзом, с тем, чтобы совместить китайские идеи, на наш взгляд, очень перспективные и интересные по так называемому экономическому поясу шёлкового пути и нашим Евразийским экономическим союзом. И это очень важный большой процесс. Но, разумеется, мы будем продолжать нашу работу в рамках Шанхайской организации сотрудничества, тем более, что она приобретает внушительные, серьёзные масштабы, по сути, глобальной организации за счёт приёма туда Индии и Пакистана. Вот всё это нас настраивает на очень оптимистический лад, имея в виду, что сегодня у нас объём торгово-экономических связей с азиатскими странами, со странами Латинской Америки примерно на 28%, но, безусловно, очень хорошая тенденция к росту. Спасибо, господин президент. Я часто слышу дискуссии о отмене госвизита в Париж, но, как сказано только что, был это экономический форум. Вы часто говорите о Европе, Америке, Азии, но, насколько я понимаю, все ресурсы сосредоточены в Африке и потенциал роста в Африке. И мы получали много уроков о том, как мы должны заниматься бизнесом. Вот Россия и ваше лидерство хочет вовлечься больше в инвестирование и в партнёрство в центрально-африканский регион, с центрально-африканскими странами. И, учитывая, что я являюсь генеральным директором Габонской нефтяной компании, мы заинтересованы в российских инвестициях. Может быть, мы знаем, что форум называется «Россия зовёт», но мы «Африка зовём Россию». Это голос, который вы должны услышать в этом зале. У нас традиционно, и мы с вами это хорошо знаем, очень добрые, исторически сложившиеся, доверительные отношения с африканским континентом. Ну, были страны, с которыми у нас в прежние времена глубьих отношений не было, а были те, с которыми у нас были очень тесные связи, по сути, стратегического партнёрства. И, безусловно, всё это нужно восстанавливать. Мы видим, как многие страны мира сегодня активизируют свою работу на африканском континенте. Безусловно, и мы тоже с удовольствием бы это сделали. И в двустороннем плане, и в усилиях, которые возможны, и мы будем эти усилия поддерживать в рамках международных организаций. Например, БРИКС. Вы знаете, что мы создали там финансовые инструменты, в том числе нацеленные на сотрудничество с африканским континентом, и не только через Южноафриканскую республику, но и напрямую с нашими партнёрами в Африке. Мы знаем, какие возможности в Африке. Некоторые наши компании начинают там, кстати говоря, работать, уже начали и в горно-рудной промышленности, и в других отраслях присутствуют там. Мы не можем и, в общем-то, не будем делать это так, как делалось при Советском Союзе, исходя исключительно из политических соображений. Но мы знаем, что потенциал африканского континента очень большой, и строить его на рыночных принципах, на базе взаимного интереса, конечно, можно. Я сейчас не буду перечислять всего, что сделано за последнее время нашими отдельными компаниями, но мы будем поддерживать их усилия работать на африканском континенте. Так, коллеги, давайте. Пожалуйста. Пожалуйста. Здравствуйте. Эбис Чарли Райтли, Берри Баррин Мэнт Латли, лондонский страховой рынок. Седьмая Госдума начала свою работу на прошлой неделе, и Единственная Россия получила большинство, как и ожидалось. А что не было предвидено, не было спрогнозировано? И как Вы результаты парламентских выборов интерпретируете сами? Не было никаких неожиданностей. У нас всё спрогнозировано правильно. Но, может быть, такого, честно говоря, результата такого серьёзного успеха Единой России не ожидало. Но в целом тренд был понятен. И связано это со многими факторами, я уже об этом говорил. Но, безусловно, это фактор доверия граждан страны к той политике, которая проводится внутри страны и на международной арене. Это фактор консолидации российского общества. Это очевидный факт. Но в то же время то, что граждане оказали доверие власти в широком смысле этого слова, а именно так и нужно оттрактовать результаты выборов, это накладывает на нас очень большую моральную ответственность, прежде всего. В условиях непростой экономической ситуации мы должны обеспечивать здоровье российской экономики, её устойчивый характер. Это самое главное. Но при этом не поставить под сомнение исполнение наших социальных обязательств. Это непростая задача, но её можно достичь, её можно решить, если мы будем действовать ответственно, повышая, я уже об этом говорил, качество управления и правильно определяя приоритеты нашей политики в экономике, в сфере обороны и безопасности и в социальной сфере. На мой взгляд, правительство именно так и подходит к решению стоящих перед страной задач, и мы будем стремиться к тому, чтобы оправдать доверие гражданам. Спасибо. Я прошу прощения, но вот господин Пигарье, который, как Вы выяснили, говорит от имени французского народа, он просил всё-таки уточнить часть. У меня был вопрос, а какой же месседж он может передать французским инвесторам? Вот он, может быть. Вы знаете, в отношениях и с Францией, и с французским народом, и тем более с французскими инвесторами у нас ничего не поменялось. И вообще дело в том, что даже мой пресс-секретарь сказал, что мы отменили, отменили, ну так, чтобы, видимо, наша позиция была такой сильной. На самом деле мы даже и визиты-то ничего не отменяли, просто нам французская страна дала понять, что сейчас нам открывать официально наш культурный центр и на вот эти все гуманитарные темы разговаривать не время, надо как-то перенести вот эти мероприятия. Ну, мы сказали, ладно, хорошо, пожалуйста, мы, собственно говоря, и не навязывались, я много раз говорил партнёрам, что если сейчас не время, давайте перенесём. Это с французской стороны всё время было одно и то же. Нет, нет, надо это сделать. Ну, надо, пожалуйста, сделаем. Потом говорят, нет, сейчас не время. Ну, хорошо, не время, давайте перенесём. Но отношения с французами, с французским народом, с французским бизнесом никак не поменялись. И, надеюсь, ничего серьёзного не произойдёт и в наших отношениях с Францией, как с государством, ну и с нашими партнёрами на политическом уровне. С президентом Оландом у меня очень добрые личные отношения, я от него очень дорожу. Надеюсь, что это нам поможет преодолеть любые текущие сложности. Спасибо. Так, ещё вопросы есть? Время? Времени никогда нет. Но если вопросы есть, давайте мы спрашивать, время есть, времени никогда нет. Но вопросы есть, я так понимаю. Давайте мы, в общем, попробуем так несколько последних. Вот там вдалеке номер 8, да, что это? Спасибо. Александр Бранинс, Просперити. Владимир Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы от темы международной политики вернуться к местным вопросам, в частности к реформе госкомпаний и повышению качества управления, то, о чём вы сказали. Мы видим, что во многих российских госкомпаниях достигнуты очень большие успехи, и это, допустим, Роснефть, Алроса, Аэрофлот, и в нашем портфеле сейчас это рекордная доля именно в госкомпаниях 40%, потому что мы видим там большие перспективы. И мы видим, что вы, правительство, продолжаете привлекать квалифицированных управленцев. И вот в прошлом и в этом году РЖД, Росгидро, ВЭП. И в связи с этим у меня вопрос по поводу одной из наших газовых компаний. Вы знаете, я сравнил финансовые результаты за прошедшее первое полугодие с тем, что они показали 11 лет назад, в 2005 году. Почему это интересное сравнение? Потому что цены на газ на экспортном рынке и объёмы, проданные за рубеж, практически совпадали в 2005 году и сейчас в 2016. Газпром, эта компания Газпром хорошо поработала с регулятором. В России они продают сейчас газ в 4 раза дороже в рублях, чем тогда. Ну и в долларах, несмотря на снижение курса рубля, это в полтора раза выше цена. Короче, можно найти просто вопрос. Да, но... Это не вопрос, это выступление, но мы вас внимательно слушаем, это интересно. Спасибо. Я уже прошёл середину вопроса, так что скоро будет сам вопрос. Но вот операционная прибыль, к сожалению, на 40% ниже, чем она была 11 лет назад, в связи с тем, что издержки росли достаточно высоким темпом. И может быть даже это не самое страшное, а самое страшное то, что иногда возникает такое впечатление, что компания почему-то работает не на акционеров, не на потребителей, не на государства, а фактически на подрядчиков, которые строят различные объекты для них. Вот за эти 11 лет они вложили 200 миллиардов долларов, 200 миллиардов – это серьёзная сумма, в расширение трубопроводов, в освоение новых месторождений. Это не считая 80 миллиардов долларов на просто поддержание мощностей. И мы видим, что сейчас все эти мощности используются не более чем на 60 или 65 процентов. И вот в связи с этим хотелось бы попросить вас поделиться своей точкой зрения на вот такие результаты хозяйственной деятельности и на ту стратегию, которую «Газпром» выбрал и реализовывал в эти годы. Вы знаете, вопрос очень такой на самом деле серьёзный, касается эффективности деятельности компании с госучастием. Но это не государственные компании, это компании с госучастием, либо с контрольным пакетом у государства. Но это компании, акционерное общество, в которых значительная доля частного, в том числе иностранного капитала. И они должны работать в рынке без, как это касается и банковской сферы, без каких-то окриков и оперативного управления со стороны государства. Так оно на самом деле и происходит. Насколько эффективна эта работа, правильны ли эти вложения на падающем рынке в расширение инфраструктуры, в добычу или нет, это дело, скажем, прежде всего, экспертного сообщества и представителей государства в органах управления. Хочу вас проинформировать, что до конца этого года я сам намерен встретиться с представителями наших крупнейших компаний с госучастием, а правительство и администрацию президента экономического управления буду просить подготовить соответствующую информацию и анализ того, что и как было сделано за предыдущий период, в том числе вот за этот год. Не будем тогда давать оценки эффективности деятельности той или иной компании с госучастием. Что касается стратегии развития, то здесь, наверное, не нужно говорить о том, что компания работает на своих подрядчиков, здесь нужно говорить о том, правильно она делает, что на падающем рынке занимается расширением объёмов производства, скажем, газа и расширением инфраструктуры или нет, или нужно подождать. Я вот когда в Турции был недавно, выступал и говорил, что, скажем, с учётом падения цен на нефть, инвестиции в добычу снизились так, как они никогда не снижались за последние 70 лет. И это большая угроза для мировой энергетики. В этом смысле действия наших компаний, нацеленных на работу, которая исходит из того, что когда-то этот тренд, понижающий тренд ценовой, закончится, на мой взгляд, является обоснованной. Насколько это всё дело в цифрах надо смотреть. Но вот сейчас, вы знаете, мы, будучи в Турции, договорились с нашими турецкими партнёрами о строительстве новой трубопроводной системы. Но это же не просто трубопроводная система для того, чтобы трубу построить и утопить её в Чёрном море. Это дополнительный выход на перспективную часть европейского рынка. И в этом заинтересованы наши партнёры, они об этом, европейские партнёры, они об этом нам прямо говорят. То есть рынок сбыта в данном случае обеспечен, иначе нет смысла затевать эти стройки. Мы говорим о строительстве, скажем, трубопроводной системы силы Сибири. Да, это большие инвестиции. Послушайте, ну это огромный китайский рынок, растущий, даже если темпы роста немножко сократились, это всё равно самые быстрые темпы роста в мире, экономика китайская растёт. И мы знаем, что она нуждается в этих энергоресурсах. Это работа на будущее, на опережение. Где-то там, если в чём-то они забегают вперёд, мы их поправим. Но пока я этого не вижу. Пожалуйста, шесть. Спасибо. Владимир Владимирович, Анастасия Левашова, фонд Blackfriars London. Я бы хотела вернуться к экономическим санкциям. Всё-таки для инвестиционного климата, для экономики – это один из ключевых вопросов. Санкции были наложены изначально с привязкой к украинскому кризису и к выполнению минских договорённостей. Полностью изолировать российскую экономику не удалось от мира, но, тем не менее, определённый эффект был. Сейчас стали рождаваться голоса о привязке потенциальной санкции уже к Сирии. На Ваш взгляд, насколько это имеет смысл, насколько санкции будут долго существовать в текущей форме, и где это в Вашей повестке дня? Мы позицию нашу давно изложили, она очевидной является, и, кстати говоря, она подтверждается не только нашими, но и международными экспертами, европейскими и североамериканскими экспертами, что любые ограничения в сфере экономики, продиктованные политическими соображениями, вредны для всех. Что касается изоляции, да у них моторесурса и бензина не хватит, чтобы все наши границы объехать. Какая изоляция в такой стране, как Россия? Значит, это просто исключено. Но это просто… Это что это такое? Это инструмент давления. И мы считаем, что это вредно очень. Нужно идти не по пути давления и шантажа, а по пути поиска компромиссов. Я сто раз уже сказал, что мы готовы к поиску этих компромиссов. Мы очень бы хотели, чтобы и партнёры к нам так относились. Но вот что является принципиальным, и что мы все должны понять, мы для себя прежде всего должны понять. Если мы будем поддаваться этому шантажу, мы в конечном итоге потеряем их в сфере экономики, потому что превратимся в какой-то экономический предаток, кого бы то ни было. Этого Россия не может допустить, потому что она этого не переживёт. Вопрос, который я хотел бы задать про инфраструктуру и российские инвестиции. Как и многие правительства, Россия подчёркивала важность инфраструктуры как области, где необходим рост? Каковы одно или два приоритетных направления для таких инвестиций? Как их можно облегчить? Инвестиции к нам? В российскую экономику? В российскую экономику? Да, в российскую экономику. Это сфера высоких технологий. Вот самое основное. С передачей технологий и с подготовкой кадров. Два, пожалуйста. Господин президент, большое спасибо за Вашу детальную презентацию и за Ваши прямые ответы. Меня зовут Клэрисон Стэна, Веллингтон Инвестмент Менеджмент. Я здесь нахожусь с двумя своими коллегами благодаря ВТБ, которые сейчас глобальное инвестиционное решение даёт для более чем 55 стран где-то около 97 миллиардов долларов активов покрывает. И вопрос мой связан с вот этими инфраструктурными прямыми иностранными инвестициями. Вы упомянули, что есть новые международные финансовые институты, новые банки развития БРИКС, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций Китая. С Вашей точки зрения, являются ли эти новые международные финансовые институты конкурентными альтернативами системе Бреттон-Вудских институтов или они просто являются добавлением к существующей финансовой архитектуре? И где Вы видите место России в нынешней финансовой ситуации через 5 лет? Здоровая конкуренция в сфере экономики, в рынке никогда не является лишней, но это не та конкуренция, которая должна что-то разрушать и что-то чем-то подменять. Нет, скорее всего, вновь создаваемые институты – это органическая часть имеющейся и функционирующей уже финансовой инвестиционной международной структуры, которая функционирует достаточно успешно, хотя не без сбоев мы знаем и много спорим по поводу того, как должна МВФ, скажем, развиваться, и могут ли международные финансовые институты в угоду к чьим-то политическим амбициям следовать чьим-то указаниям в нарушении своих собственных правил, что подрывает доверие к этим институтам. Но это, скорее всего, мелкие вопросы. В целом, вновь создаваемые структуры финансовые, призванные стать органичной частью уже того, что создано, работать в определённых направлениях, ну и прежде всего, конечно, в направлении обеспечения экономических интересов и экономического роста самих стран-участниц этих объединений, ну, в частности, БРИКС. Ну, так для информации, для того, что только обеспечить, хочу это подчеркнуть, только обеспечить текущий уровень развития, текущие темпы развития. Странам БРИКС ежегодно нужно где-то от 800 до 1 триллиона, 200 миллиардов долларов. Действующие институты с этим, безусловно, не справляются, справиться не могут. Вот для того, чтобы решать, прежде всего, свои задачи, эти институты и создаются. Но это не значит, что они будут замыкаться узко только в скорлупе своих собственных интересов, в межстрановом измерении. Вот мы, допустим, в той же системе БРИКС планируем вместе с коллегами работать и на африканском континенте и так далее. Добрый день, господин президент. Капитал, штат Айова. Очень рад, что могу перед вами сегодня выступить. Мне бы хотелось вернуться к экономическим вопросам и к вопросам эффективности. В прошлом году вы запустили программу по долгосрочному развитию государственных корпораций. Как вы можете использовать эти меры? Как можно обеспечивать развитие? И также вопрос от Трампа, который говорил о том, что необходимо кого-то увольнять. Но я сейчас просто шучу на этот счёт. Нет, секундочку. Повторите, пожалуйста, свой вопрос. Я хочу понять. Ещё раз, пожалуйста. Основную часть своего вопроса. Повторите, пожалуйста. Как вы обеспечиваете эффективность в программе долгосрочного роста и развития государственных корпораций, о которой голосили в 2013 году, и вопрос также о том, как вы измеряете эффективность этих мер, как вы обеспечиваете эффективность, учитывая, что частный сектор не участвует? Ну, во-первых, частный сектор участвует. И всё будет и больше, и больше участвовать. Одна из задач, которые стоят перед крупными нашими корпорациями с госучастием, это в распределении заказов на исполнение их основной деятельности среди мелких и частных предприятий. И вот за прошедший год мы сделали в этом отношении очень серьёзный шаг вперёд. Объём заказов со стороны крупных российских корпораций в адрес мелкого и среднего бизнеса вырос в разы. И это очень существенный фактор внутреннего роста российской экономики. Что касается того, как мы намерены обеспечить их совершенствование, их работы, то здесь существует известный, ничем не отличающийся от других стран мира инструмент – это через участие представителей государства в органах управления. Но при этом мы, так же вот как в случае, скажем, с «Газпромом», мы напрямую никогда не вмешиваемся в оперативное управление компаниями, предоставляем возможности права работать на равных со всеми участниками рынка. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Я из одной китайской высокотехнологичной компании. По-видимому, из-за многих вопросов мы поняли, что в мире, к сожалению, есть многие люди, которые не уважают, не поддерживают «Голос России», не понимают её позицию. Но, с другой стороны, мы, как китайская компания, мы поддерживаем и спонсируем телевизионную программу «Голос России». И вопрос в том, что мы на Питерском экономическом форуме объявили о том, что мы планируем до следующих годов инвестировать в Россию, в российскую экономику от 500 миллионов до миллиардов долларов. Но это именно в онлайн-кинотеатре и видеоконтент не составляет. К сожалению, в последнее время мы услышали, что есть определенная, скажем, лимитация, склонность к лимитации иностранного капитала в этом сегменте рынка. Но мой вопрос заключается в том, что какая ваша позиция именно в отношении стремления создания, скажем, российско-китайской культурной обмены в отличие от англо-саксонской культуры. Потому что мы, со своей стороны, мы помогаем, мы видим великий потенциал и также успехи российские, например, мультфильмы, фирмы, экипаж и так далее, успехи на китайском рынке. Мы хотим видеть такие возможности, дали бы нам возможность поработать на российской земле. Спасибо большое. Значит, что касается англо-саксонской, российской, китайской культуры, да, конечно, можно об этом говорить, но все мы, безусловно, являемся частью мировой культуры. Невозможно представить себе мировую культуру без великой китайской культуры, с её тысячелетней историей. В основе целых пластов мировой культуры являются достижения китайского, лежат достижения китайского народа, даже если об этом кто-то не знает, но это так. Есть, конечно, безусловно, есть очень большое своеобразие у каждого народа и у каждой культуры, и будущее человечества, безусловно, лежит в сфере обмена достижениями и взаимного дополнения друг друга между этими культурами. Мы этому придаём очень большое значение, в том числе, конечно, и с нашими китайскими друзьями. Мы соседи, соседи не выбирают, и, слава богу, у нас за последние десятилетия сложились просто уникальные отношения доверия и взаимной поддержки. Что касается конкретного сегмента рынка, о котором вы сказали, мы, безусловно, будем поддерживать все усилия и китайских наших партнёров, и европейских, и американских. Но, имея в виду вот то самое своеобразие, которое позволяет сохранять нам культурную и национальную идентичность. Мы так или иначе всё-таки должны поддерживать собственного производителя с национальным контентом. Но делать это нужно, конечно, очень аккуратно, и мы особенно будем приветствовать финансовую деятельность, если она, по вашему мнению, по мнению наших потенциальных инвесторов, если в её основе может лежать национальный контент. Для нас это очень важно. Поэтому давайте мы в практической плоскости все эти вопросы пообсуждаем, и мы готовы найти самые либеральные и приемлемые решения для наших партнёров. Шесть. Благодарю вас за возможность выступать. Здесь перед вами я представляю BGG Investments. Вопрос будет короткий и связан с экономикой. Хотелось бы спросить программу приватизации правительства и, в частности, Башнефть. В нашем сообществе инвесторов мы были удивлены, когда правительство решило отложить покупку, и чтобы вы позволили Роснефти участвовать в аукционе. Что вы думаете по этому поводу? Знаете, может быть, вам покажется странным. Я сам был немного удивлён такой позиции правительства, но это действительно позиция правительства Российской Федерации, прежде всего его финансово-экономического блока. Продиктовано следующими соображениями. Первое. Роснефть, я уже об этом говорил, так же, как многие наши другие крупные компании с госучастием, госкомпанией, строго говоря, не является. Она является компанией с контрольным пакетом у государства, но с значительным пакетом, принадлежащим иностранному инвестору, в частности, British Petroleum. Первое. Второе. Роснефть предложила самую высокую цену. Я её знаю сейчас, но не знаю, нужно ли об этом говорить. Можно об этом говорить? Можно. 330 миллиардов рублей. Это несколько выше, чем оценки, которые были сделаны независимыми международными экспертами. То есть она предложила цену выше рынка. Далее. Почему она в состоянии это сделать и почему представители государства в компании не считают это решение для самой компании ущербным? Потому что после приобретения Башнефти и последующей продажи большого пакета 19,5% в самой Роснефти наступает так называемый синергетический эффект. То есть стоимость вот этих 19,5% самой Роснефти существенным образом вырастает. Таким образом, Роснефть имеет возможность не только отбить, простите за моветон, ту небольшую премию, которую она даёт государству при приобретении Башнефти, но и выгодно продать свой собственный пакет. Следующее обстоятельство. Продажа Роснефти осуществляется через компанию «Роснефтегаз». И деньги из этой компании напрямую поступают в соответствии с нашими правилами и законами, напрямую поступают в бюджет Российской Федерации, что с точки зрения Минфина является весьма выгодным для процесса бюджетирования. Ну и, наконец, самое главное. Мы не на этом шаге, на этом шаге. Мы же не прекращаем процесс приватизации. Мы говорим, что сама Роснефть в значительном объёме, 19,5%, подлежит приватизации. Причём частным мы не исключаем и иностранным инвесторам. Разве это не приватизация? Но это приватизация аккуратная, имея в виду синергетические эффекты получения максимального выигрыша с точки зрения бюджетных фискальных интересов. Ну и, наконец, нам не безразлична позиция Башкортостана, нашего партнёра, имею в виду партнёра федерального правительства, у которого находится значительная часть пакета, которые прямо обратились к нам с просьбой, Республика Башкортостана обратилась к нам с просьбой сохранить их влияние на управление этим пакетом. В такой конструкции это тоже возможно. Поэтому вся совокупность этих факторов и побудила, судя по всему, правительство к такому решению. Мы знаем о предложениях и других компаний, и мы, безусловно, будем поддерживать их усилия. Это и компания «Лукойл», и другие компании. Они работают эффективно, и они вполне достойны для того, чтобы приобрести были и пакет этой компании «Башнефть». Но приобрести и «Башнефть», и 19,5% Роснефти, я думаю, что это для них маловероятным является, причём по достаточно высокой цене. Но мы будем поддерживать все наши компании, если не в этой сделке, но по другим направлениям, обеспечивая их эффективную работу на российском, на международных рынках и повышая их капитализацию, в том числе предоставляем лицензии на расширение их деятельности. Банк ВТБ был консультантом по этой сделке у правительства, и мы полностью разделяем это мнение, мы считаем, оно правильное, абсолютно. Должны быть равные права компании, независимо от участников государства или нет. Мы все работаем в одном поле правовом, и в этом плане действительно, кто больше платит, тот и, собственно, получает. Пять. Спасибо. Елена Ловен, портфельный управляющий Светбанк Раббур. Общий объем инвестиций в Россию и в Восточную Европу где-то сейчас миллиард евро. У меня вопрос касается энергетической политики России. Мы сегодня много об этом слышали. Я хотела просто уточнить с точки зрения роли России на рынке углеводородов, так как Россия мировой игрок, и с точки зрения добычи, и с точки зрения ресурсов. Что, Владимир Владимирович, будет в лучших интересах российского государства сейчас? Наращивать добычу, оставлять её на том же уровне или, может быть, уменьшать в связи с тем, что парадигмы цены на нефть изменились? В интересах российской экономики и энергетического сектора, не только России, но и мировой экономики, замораживание добычи на сегодняшнем уровне. По большому счёту, мы могли бы рассмотреть даже и определённые снижения, но этого уже ни к чему. Если страны ОПЕК между собой договорятся о заморозке уровня добычи, то мы присоединимся к этому решению. Единственная проблема на сегодняшний день – это договорённости между отдельными странами. Здесь секрета нет между Ираном и Саудовской Аравией. Позиции сближены существенным образом. Там речь идёт о докризисном уровне добычи для Ирана – 4 миллиона 200, на сегодняшний день речь идёт о 3 900, там незначительный объём – 300 тысяч. Это вообще, так скажем, как у нас, простите за моментон, ни о чём, что называется. Я не вижу проблем, которые стоят на пути окончательной договорённости о замораживании добычи на уровне сегодняшней полки. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо, Владимир Владимирович, спасибо, другие участники. Спасибо, всего доброго.